В здании Приморского краевого драматического театра молодежи состоялось открытие городской выставки конкурса «Зимние сказки», на которой представлена работа учеников детских муниципальных школ искусств Владивостока. Выставок много, но вот эта выставка для меня самая любимая, потому что поистине помялся в зал, зал обновлен, он видите после ремонта. Но если бы не ваша работа, он бы вот так, наверное, красиво, он бы смотрелся красиво, но не настолько, как сейчас. В стенах театра молодежи представлены зимние пейзажи, новогодние сказки и бытовые сюжеты, выполненные в стиле витража, коллажа и полуобъемные композиции. Мы видим, что приходят новые поколения, новые дети, у них какие-то новые фантазии, новые предпочтения, меняется немножечко тематика. Но в целом растет профессионализм детей, ну и в целом, конечно, мы все время любуемся их работами. Победители конкурса торжественно наградили дипломами от Управления культуры администрации города Владивостока и сертификатами в салон художественных товаров. Корреспондент «Восьмого канала» поговорил с юными творцами и узнал подробнее об их работах. Это девочка и мальчик, они едут с горы на санках, я тоже очень люблю кататься на санках, поэтому я решила нарисовать такую картину. Я у себя дома искала очень много тканей и после того, как их нашла, я притащила это все в художку и начала творить. В 2024 год это будет год дракона и я решила сделать дракон такого, который летит. Это работа техника бумагопластика, она сделана из белой бумаги, вырезана объемно. Я ее делала из пластилина, готовилась вечерами, иногда пропускала школу, то есть очень волнительно это все проходило. И заняла я первое место в выставке, самое главное, что меня очень порадовало. Мне очень нравится в принципе Китай, ну и китайский Новый год. Появилась такая идея, я воспроизвел ее на данной выставке. Получить заряд новогоднего настроения могут все желающие в зале театра молодежи. Вход на выставку свободный. Олег Завьялов, Елизавета Драгомирова, Денис Вадеев. Новости на восьмом.